Оно стоит дорогих денег, оно долго выполняется, или оно вызывает много вопросов. Можно рассмотреть, урегулировать конфликтную ситуацию в соответствии с соглашениями, которые заранее об этих соглашениях договорились в стороны. Проще говоря, сначала надо вырабатывать правила игры, а затем стараться следовать непосредственно самой игре. Переговоры о правилах игры – это мета-игра. Давайте вернемся к варианту, когда оспаривается между потребителем и производителем строительной организации, установившей пластиковые окна, вопрос о качестве монтажа. Представьте себе, что я представитель строительной организации, а вы потребитель. У вас на балконе намерзает снег. Вы подали на меня в суд заявление, где просите каким-то образом пересмотреть цену выполненного заказа. Например, вы расчеты осуществили частично, на 80%. Оставшиеся 20% вы недоплачиваете и защищаете. Почему? Обосновываете в суде. Суд назначает по вашей просьбе экспертизу. Давайте постараемся сформулировать вопрос перед экспертом. Что вы сформулируете? Итак, у вас куча льда возникает на балконе. Я на судебное заседание просто не являюсь. Поэтому у вас происходит монолог с судьей. Тем не менее, этот монолог происходит по правилам. Есть такие правила. Когда возникает разногласие между исполнителем услуги, продавцом товара, по поводу качества товара или услуги, то экспертиза производится за счет продавца, за счет исполнителя. Вы прекрасно помните об этом правиле. Какой вопрос вы ставите перед экспертом? Является ли монтаж окон качественным? Вы полагаете, что именно вы правильно эксплуатируете окна? В действительности это тоже вопрос многозначный. Например, рекомендуется конденсат. Рекомендуется оставлять небольшой зазор. Как мне впоследствии объяснили специалисты? Потому что этот зазор позволяет удалить конденсат. Если вы зазор не оставляете, то может намерзать из-за конденсата. Так вот, вы об этом не знаете и не обязаны знать как потребитель, вы ставите вопрос, является ли монтаж окон качественным. Я не оплачиваю эту экспертизу. Я просто игнорирую все требования суда. Теперь, через полтора месяца, когда вы снова являетесь на судебное заседание, суд говорит, вот строительная компания, к сожалению, отказалась оплачивать расходную экспертизу. Какие последствия? Последствия надо читать в процессуальном кодексе. Он определяет правила игры. Так вот, в процессуальном кодексе написана такая норма. Если уклоняется от экспертизы страна, то в зависимости от того, какая страна уклоняется от экспертизы, суд может посчитать доказанным или опровергнутым то обстоятельство, ради которого эта экспертиза проводилась. Одним словом, когда вы ставите вопрос, монтаж был произведен некачественно, а этот монтаж не оплатил услуги по монтажу, то значит, ваша точка зрения правильна. Таковы правила игры. А давайте представим себе другую ситуацию, что я оплатил услуги эксперту, связанные с монтажом, а вы этого эксперта не пустили к себе домой. Закапризничали, например. И такое бывает на практике. В этом случае считается, что монтаж был сделан качественно, даже несмотря на то, что экспертиза не произведена. И вот, оказывается, как спорим, договориться про...